Вы же знаете Генри с канала MinutePhysics, да? Мы с ним выпустили видео на отдельную тему по квантовой механике Неравенство Белла Это действительно выворачивающая мозг тема, о которой знает недостаточно людей И даже несмотря на то, что это квантовая вещь, она основана на удивительно простой математике И вам определенно следует заценить её Это видео для тех зрителей, кто действительно хочет заглянуть в квантовую механику поглубже И очевидно, это огромная тема Одного ролика и близко недостаточно Но вопрос, которым мы задались был Какую тему мы можем показать, которая не является какой-то захватывающей частью квантовых странностей А которая на самом деле закладывает фундамент для любого, кто хочет изучать эту область Какая тема дала бы интуитивное понимание для кого-то Перед тем, как они погрузятся, например, в лекции Фейнмана Хорошее место для начала, это то, с чего квантовая механика сама началась Свет Точнее, если вы хотите изучать квантовую механику Вам нужно иметь понимание волн и то, как они описаны математически И мы хотели бы начать это соотношение между энергией в классической волне И вероятности, которые правят квантовым миром Фактически мы проведем большую часть времени, говоря о доквантовом понимании света Потому что оно закладывает много актуальных волновых механизмов Суть в том, что многие идеи из квантовой механики, например, описание состояния как суперпозиции с разными амплитудами и фазами Есть и в контексте классических волн, таким образом, что не приходится затрагивать разные квантовые странности, с которыми люди могут быть знакомы Это также помогает оценить, что на самом деле отличается в квантовой механике Вещи такие, как четкие ограничения на то, сколько энергии эти волны могут иметь Как они ведут себя при измерении Квантовая запутанность Хотя мы не будем рассказывать о ней в этом видео Итак, мы начнем с понимания света, как волн в электромагнитном поле конца 18 века Давайте разберем это поподробнее Электрическое поле – это поле векторов И это значит, что каждая точка в пространстве имеет стрелку, прикрепленную к ней Показывающую направление и силу поля Теперь физический смысл этих стрелок в том, что если у вас есть какая-то заряженная частица в пространстве То на нее будет действовать сила в направлении стрелки И она пропорциональна длине стрелки и конкретному заряду частицы Точно так же магнитное поле – это другое векторное поле Где физический смысл каждой стрелки в том, что когда заряженная частица двигается сквозь это пространство На нее будет действовать сила, перпендикулярно ее направлению движения и направлению магнитного поля Величина этой силы пропорциональна заряду частицы, ее скорости и длине стрелки магнитного поля Например, провод с потоком движущихся зарядов рядом с магнитом Либо отталкивается, либо притягивается магнитным полем Что-то вроде кульминации понимания того, как эти два поля работают в физике 19 века Это уравнения Максвелла, которые, кроме прочего, описывают, как каждая из этих полей может изменять другое В частности, уравнения Максвелла говорят нам, что когда векторы электрического поля формируют кольцо вокруг какой-то области Магнитное поле будет увеличиваться внутри этой области Перпендикулярно к плоскости кольца И симметрично такое кольцо в магнитном поле соответствует изменению электрического поля внутри него Перпендикулярно плоскости кольца Детали того, как именно эти уравнения работают, очень красивы и заслуживают целого ролика сами по себе Но все, что вам сейчас надо знать, это то, что одно естественное следствие этого взаимодействия И того, как изменения в одном поле вызывают изменения в другом, в его соседних областях Это то, что вы получаете эти распространяющиеся волны В которых электрическая и магнитные поля колебаются перпендикулярно друг к другу и перпендикулярно к направлению распространения Когда вы слышите термин электромагнитное излучение, которое относится к вещам, таким как радиоволны и видимый свет То, о чем мы говорим, распространяющиеся волны в электрическом и магнитных полях Конечно, сейчас почти все знают, что свет – это электромагнитное излучение Но круто думать о том, как удивительно было во времена Максвелла осознавать, что эти поля, которые связаны с воздействием на заряженные частицы и магниты Не только как-то связаны со светом, но сам свет – это распространяющаяся волна этих двух полей, изменяющих друг друга Вызывающих эти взаимные колебания, усиления и ослабления поля Имея такую визуализацию, давайте потратим минуту, чтобы заложить математику, описывающую волны Это все еще чистая классическая физика, но это идеи, которые являются ядром квантовой механики Такие как суперпозиция, амплитуды, фазы – все это всплывет и в контексте квантовой механики И мне хотелось бы дать четкое понимание того, что они значат Возьмем эту волну и сделаем так, чтобы она выходила прямо из экрана И давайте сейчас будем игнорировать магнитное поле, просто смотря на то, как электрическое поле колебается Еще мы сконцентрируемся только на одном из этих векторов, колебающемся в плоскости экрана Которую мы примем за координатную сеть Если колебание происходит горизонтально, вот так, мы говорим, что свет горизонтально поляризован Так что величина y этого электрического поля всегда равна нулю И мы можем записать величину x как косинус от 2πf, где f обозначает некую частоту, а t – время Так что если бы f была единицей, например, это значит, что функция косинуса проходит полный период точно за одну секунду Если частота ниже, это значит, что функции косинуса нужно больше времени, чтобы пройти полный период Когда значение t увеличивается, аргумент косинуса растет медленнее Мы добавим еще одну переменную здесь, φ, которую называют сдвигом фаз Который говорит нам, где находится этот вектор при времени t равно нулю Вы увидите, почему это важно совсем скоро По стандарту косинус колебается только между минус единицей и единицей Поэтому давайте добавим еще одну переменную а, которая обозначает амплитуду этой волны Еще одна вещь, просто чтобы привести вещи к тому, как они обычно выглядят в квантовой механике Вместо того, чтобы записывать это колонкой, как здесь, я разделю это все на два разных компонента Используя эти символы, называемые кет Этот кет здесь обозначает единичный вектор в горизонтальном направлении И этот кет вот здесь обозначает единичный вектор в вертикальном направлении Если свет вертикально поляризован, это значит, что электрическое поле колебается только в направлениях вверх-вниз Это уравнение может выглядеть вот так, где горизонтальный компонент сейчас 0 И вертикальный компонент это косинус с некой частотой, амплитудой и сдвигом фаз Теперь, если у вас есть две разных волны, два колебания в пространстве, которые удовлетворяют уравнение Максвелла То складывая эти две волны, вместе мы получаем другую существующую волну, по крайней мере в вакууме То есть в любой момент времени добавьте эти два вектора по правилу параллелограмма, чтобы получить новый вектор Это во всех моментах в пространстве и времени даст нам новое существующее решение уравнений Максвелла По крайней мере, это правда для вакуума Это потому, что уравнения Максвелла в вакууме называются линейными уравнениями Они, по существу, комбинация производных, действующих на электрическое и магнитное поле, чтобы дать 0 Так что если одно поле F1 удовлетворяет этому уравнению, и другое поле F2 тоже удовлетворяет ему То их сумма F1 плюс F2 тоже удовлетворяет ему, так как производные линейны Так что сумма двух или более решений уравнений Максвелла тоже является решением уравнений Максвелла Эта новая волна называется суперпозиция первых двух. И здесь суперпозиция просто значит сумма, или в каком-то контексте взвешенная сумма, так как если вы включаете в нее какую-то амплитуду или сдвиг фаз в каждом из этих компонентов, она все равно может быть названа суперпозицией двух изначальных векторов. Теперь результирующая суперпозиция – это волна, колебающаяся в диагональном направлении. Но если горизонтальные и вертикальные компоненты были рассинхронизованы по фазе относительно друг друга, что может произойти, если вы увеличиваете сдвиг фазы в одном из них, то их сумма может описывать что-то вроде эллипса. В случае, если фазы смещены точно на 90 градусов относительно друг друга и амплитуды равны – это то, что мы называем светом, поляризованным по кругу. Вот почему, кстати, важно следить не только за амплитудами в каждом направлении, но также и за фазой – это влияет на то, как две волны накладываются друг на друга. Это еще одна важная идея, которая переходит прямо в фронтовую механику и лежит в основе вещей, которых сначала сбивают с толку. И вот еще одна важная идея. Мы описываем волны, накладывая друг на друга горизонтальные и вертикальные компоненты, но мы могли бы также решить описать все относительно других направлений. Я имею в виду, что волны можно описать как суперпозицию диагональных и антидиагональных направлений. В таком случае вертикально поляризованный свет был бы суперпозицией этих двух диагонально колебающихся компонентов, по крайней мере, когда они оба синхронны по фазе друг с другом и у них одна величина. Теперь выбор того относительно каких сторон вы определяете все в терминологии называется «основание» и с каким основанием лучше всего работать? Обычно это зависит от того, что вы вообще делаете со светом. Например, если у вас есть поляризационный фильтр, как например из поляризованных очков, они работают поглощая энергию электромагнитных колебаний в каком-то определенном направлении. Вертикально ориентированный поляризатор, например, поглощал бы всю энергию этих волн в горизонтальной плоскости. По крайней мере, классически это можно было бы описать так. Так что, если вы анализируете свет и он проходит через такой фильтр, то удобно описывать его, используя горизонтальное и вертикальное направление. Таким образом, мы можем сказать, что любой свет, проходящий через фильтр – это просто вертикальный компонент изначальной волны. Но если бы у вас был фильтр, ориентированный, скажем, диагонально, тогда было бы удобнее описывать волну как суперпозицию ее диагонального направления и перпендикулярного ему антидиагонального направления. Эти идеи переходят почти слово в слово в квантовую механику. Квантовые состояния, как и это колебающееся направление нашей волны, описываются как суперпозиция нескольких базовых состояний, и у вас есть огромный выбор того, какие базовые состояния использовать. И просто, как и с классическими волнами, компоненты такой суперпозиции будут иметь амплитуду и какую-то фазу. И кстати, для тех из вас, кто больше погружается в квантовую механику, вы узнаете, что эти компоненты на самом деле задаются одним комплексным числом, вместо выражения с косинусом. Один способ думать об этом – это то, что комплексные числа – это просто очень удобный и естественный математический способ закодировать амплитуду и фазу одним значением. Это может сбивать с толку, потому что сложно визуализировать пару комплексных чисел, которыми описывалась бы суперпозиция двух базовых состояний. Но вы можете думать об использовании комплексных чисел в квантовой механике, как и результате ее глубинной волновой природы и надобности изолировать амплитуду и фазу для каждого направления. Еще один небольшой момент перед переходом в квантовую механику. Посмотрите на одну из этих волн и сфокусируйтесь только на электрическом поле, как мы и делали ранее. Классически мы говорим, что энергия волны пропорциональна квадрату ее амплитуды. И я хочу, чтобы вы заметили, как хорошо это стыкуется с теоремой Пифагора. Если бы вы описали эту волну как суперпозицию горизонтального компонента с амплитудой АХ и вертикального компонента с амплитудой АУ, то ее энергия пропорциональна АХ в квадрате плюс АУ в квадрате. И вы можете описывать это двумя разными способами. Либо это из-за того, что вы складываете энергии двух компонентов суперпозиции, либо вы просто узнаете новую амплитуду, используя теорему Пифагора и берете квадрат. Это ли не круто? В классическом понимании света вы могли бы увеличивать или снижать эту энергию постоянно, как хотите, изменяя амплитуду волны. Но в конце 19-го и начале 20-го века ученые начали замечать, что эта энергия на самом деле существует только в определенном количестве. В частности, энергия одной из этих электромагнитных волн всегда существует только как произведение целого числа и определенной постоянной, умноженная на частоту этой волны. Сейчас мы называем эту постоянную постоянной планка, часто обозначая ее буквой H. В физике это значит, что всегда, когда эта волна обменивает энергию с чем-либо, например с электроном, количество этой энергии – это всегда произведение целого числа, H и частоты волны. Прежде всего это значит, что существует некий минимальный ненулевой уровень энергии для волны заданной частоты – HF. Теперь, если у вас есть электромагнитная волна с ее частотой и энергией, вы не можете уменьшить ее, не уничтожая ее полностью. Это кажется странным, когда концепция волны – это постоянно колебающееся поле векторов, но работа конца 19-го и начало 20-го века начали показывать, что вселенная работает не так. Вообще-то у меня уже есть ролик об этом, называется истоки квантовой механики. Однако стоит заметить, что этот феномен на самом деле довольно распространен в волнах, когда они ограничены определенным образом, как в духовых или струнных инструментах. Это называется гармоническими колебаниями. Что странно, это то, что электромагнитные волны делают это в свободном пространстве, даже когда они не ограничены. И как мы называем электромагнитную волну с минимально возможной энергией? Фотон. Но, как я и говорил, математика используемая, чтобы описать классические электромагнитные волны, переходит и в описание фотона. Он может иметь, скажем, диагональную поляризацию 45 градусов, которая может быть описана как суперпозиция чисто горизонтального состояния и чисто вертикального состояния, где каждый из этих компонентов имеет некую амплитуду и фазу. И с разным выбором оснований такое же состояние может быть описано как суперпозиция двух других направлений. Вы бы увидели все это, если бы начали погружаться больше в квантовую механику, но эта суперпозиция интерпретируется не так как раньше. И так и должно быть. Скажем, что вы бы думали об этом диагонально поляризованном фотоне классически и вы обозначили его амплитуду единицей в какой-то подходящей системе измерений. Это сделало бы гипотетическими амплитудами его горизонтального и вертикального компонента корень из одной второй. И как сказал Генри, энергия фотона это константа h, умноженная на его частоту. И так как в классическом сценарии энергия пропорциональна квадрату амплитуды этой волны, заманчиво думать, что половина энергии находится в горизонтальном компоненте и другая половина находится в вертикальном компоненте. Но волны этой частоты не могут иметь половину энергии фотона. То есть вся новизна квантовой механики здесь в том, что энергия существует в этих определенных невидимых кусочках. Так что эти компоненты с воображаемой амплитудой 1 делить на корень из 2 не могли бы существовать в изоляции. И вы можете задуматься о том, что тогда они значат. Давайте поэкспериментируем с этим. Если бы вы взяли вертикально ориентированный поляризационный фильтр и выпустили бы этот диагонально поляризованный фотон прямо в него, как вы думаете, что произойдет? Классически суперпозиция интерпретируется как то, что половина его энергии в горизонтальном направлении была бы поглощена. Но потому, что энергия существует в этих четких пакетах, волна должна проходить либо полностью со всей ее энергией, либо полностью поглощаться. Если бы вы действительно провели этот эксперимент, примерно в половине случаев фотон проходит полностью, и примерно в половине случаев он поглощается полностью. И кажется, что то, пройдет ли данный фотон или нет, абсолютно случайно. Если он проходит, принуждение к такому решению на самом деле меняет фотон. Так что его поляризация ориентирована так же, как и фильтр. Это аналогично классическому эксперименту с котом Шрёдингера. У вас есть что-то, что в суперпозиции двух состояний, но как только вы измеряете эту суперпозицию, принуждая ее взаимодействовать с наблюдателем, так, чтобы каждое из этих двух состояний вело бы себя по-разному. С точки зрения этого наблюдателя, эта суперпозиция сжимается либо полностью в одно состояние, либо полностью в другое. Мертвый или живой, горизонтальный или вертикальный. Один удивительный способ увидеть это в действии, о котором Генри и я говорили в другом видео, это взять несколько поляризованных пар очков или каких-то других поляризационных фильтров и начать, держа два из них между собой и источником света. Если вы смещаете их на 90 градусов относительно друг друга, то источник света блокируется полностью. Или хотя бы так произошло бы с идеальными фильтрами. Потому что все фотоны, проходящие через первый фильтр, поляризованы вертикально, так что у них есть шанс равный 0% пройти через фильтр, ориентированный горизонтально. Но если вы вставите третий фильтр, ориентированный под углом 45 градусов между двумя, то система пропустит больше света. И что здесь происходит от того, что 50% фотонов, которые проходят через тот вертикальный фильтр, также проходят через диагональный фильтр. И как только они делают это, они изменяются, имея теперь чисто диагональную поляризацию. И теперь, когда они в этом состоянии, они имеют шанс прохождения 50 на 50 через фильтр, расположенный под углом 90 градусов. Так что даже если 0% фотонов, проходящих через первый, прошли бы через второй, если ничего не было бы между ними, добавляя другой фильтр, 25% из них теперь проходят через все три. Это что-то, что невозможно было бы объяснить, если бы фильтр посередине не принуждал бы фотоны изменять свое состояние. И этот эксперимент, кстати, становится только более странным, если вы покопаетесь в четких вероятностях для углов между нулем и 45 градусами. И это то, о чем мы говорили в другом видео. Например, одно определенное значение, на котором мы концентрировались, это вероятность того, что фотон, чья поляризация отличается от направления фильтра на 22,5 градуса, пройдет через этот фильтр. Опять-таки, полезно думать об этой волне, как о волне с амплитудой 1. И затем получается, что горизонтальный компонент имеет амплитуду равную синусу 22,5 градусов, что около 0,38. И вертикальный компонент имеет амплитуду равную косинусу 22,5 градусов, что около 0,92. Классически, вы можете думать о том, что энергия его горизонтального компонента пропорциональна 0,38 в квадрате, что около 0,15. Аналогично, вы можете думать о том, что энергия его вертикального компонента пропорциональна 0,92 в квадрате, что получается около 0,85. Классически, это бы значило, что если вы пропустите волну через вертикальный фильтр, 15% ее энергии поглощается в горизонтальном направлении. Но так как энергия света существует в этих четких квантах, которые не могут быть разделены, вместо этого вы наблюдаете, что в 85% случаев фотон проходит полностью, а в 15% случаев он полностью блокируется. Теперь я хочу подчеркнуть, что то, что у нас есть волновые уравнения, не меняется. Фотон все еще описывается как суперпозиция двух колебающихся компонентов, каждая с какой-то фазой и амплитудой, и они часто закодированы, используя одно комплексное число. Разница в том, что классические квадраты амплитуд каждого компонента показывают количество энергии волны в каждом направлении, но с квантованным светом на этом минимальном ненулевом уровне, квадраты этих амплитуд показывают вероятность того, будет ли данный фотон иметь всю свою энергию в одном направлении или нет. Также эти компоненты все еще могут иметь какую-то разницу в фазе. Прямо как и с классическими волнами, фотоны могут быть поляризованы по кругу, и существуют поляризационные фильтры, которые пропускают только фотоны, поляризованные по кругу, например, по часовой стрелке. А точнее, они пропускают все фотоны вероятностно, где вероятности определены описанием каждого из этих фотонов как суперпозиции состояний по и против часовой стрелки. А затем квадрат амплитуды компонента, поляризованного по часовой стрелке, дает вам нужную вероятность. Фотоны, конечно, являются только одним из квантовых феноменов, и мы изначально воспринимали их как волны благодаря уравнениям Максвелла, а затем как индивидуальные частицы или кванты, отсюда название квантовая механика. Но как многие из вас хорошо знают, у этого есть обратная сторона. Есть много вещей, которые воспринимались как четкие маленькие частицы, как электроны, и оказалось, что они тоже регулируются похожими волновыми квантовыми механизмами. В случаях более обобщенных, чем этот, один пример с поляризацией фотона, состояние в квантовой механике описывается как некая суперпозиция нескольких основных состояний, и суперпозиция зависит от того, какие основания вы выберете. Каждый компонент в суперпозиции задается амплитудой и фазой, часто закодированными одним комплексным числом, и надобность в этой фазе появляется из-за волновой природы этих объектов. Как в примере с фотоном, выбор того, как измерять эти объекты, может определить набор базовых состояний, где вероятность измерённой частицы быть в одном из этих базовых состояний пропорциональна квадратам амплитуд этих чисел. Забавно думать, однако, что если бы волновая природа электронов и других частиц была бы открыта раньше, мы бы могли взамен называть это всё механикой гармонических колебаний, или что-то вроде того. Так как странность здесь не в том, что волны существуют в этих чётких единицах, а в том, что частицы регулируются волновыми уравнениями. Для тех из вас, кто хочет больше квантовой механики, не забудьте, что Генри и я только что выложили видео про неравенство Белла на канале MinutePhysics. Если по какой-то причине вы не подписаны на MinutePhysics, и я не знаю, почему бы вы не были, видео, которые там есть, действительно прекрасны. Так что определённо уделите минуту и покопайтесь в его канале. Ну а пока Гранд рассказывает про спонсора этого ролика, я хочу поблагодарить вас за просмотр. Я новенький на этом канале, но постараюсь вдохнуть в него новую жизнь спустя почти год без роликов. У меня есть и свой канал, на котором в скором времени выйдет вторая часть этой коллаборации с 3Blue1Brown и MinutePhysics про неравенство Белла. Ссылка на канал в описании, а как только я переведу вторую часть, ссылка на неё также будет там. Переведено и озвучено каналом Субъективная Объективность. Субъективная Объективность.